Новости в эфире. В студии Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. И начнем с новостей Олимпиады. Казахстанский боксер Нурбек Уралбай одержал победу в полуфинале Олимпийских игр. В первом раунде он оказался сильнее соперника из Доминиканы, выиграв со счетом 3-2. Точно так же завершилась и вторая трехминутка. Наш спортсмен вышел в финал и теперь поборется за золотую медаль. Соперник определится во втором полуфинале. Спасибо всем, кто болел за меня и радовался. Впереди финал. Я приложу все свои усилия. Этот поединок прошел удачно благодаря советам и тактикам моих тренеров. Вы сами видели, соперник был достойным. Бой выдался сложным. Нурбек отлично выступил и выложился на все 100. Он превзошел многих боксеров. В финале мы постараемся выступить достойно и показать свои силы. Остался один соперник. Нурбек сможет показать себя. За поединком следили любители казахстанского бокса. Они собрались в столичной детской юношеской спортивной школе Олимпийского резерва номер 3, где тренировались Нурбек Уралбай и его брат Айбек. Предлагаю посмотреть, как болельщики восприняли победу нашего спортсмена. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Город! 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 Город А другая легкоатлетка Ольга Сафронова сегодня финишировала седьмой в забеге на 200 метров. Ее время составило 23,58 секунды. В полуфинал же проходят первые три атлетки в каждом забеге. Однако у спортсменки будет еще шанс показать себя. Она выступит в утешительном раунде. У меня еще будет решительный забег. Там попробую реализовать себя. Сейчас, конечно, я не удовлетворена результатом показать. Надеюсь, у меня еще будет возможность показать себя в быстром забеге. Еще один член команды Казахстана по легкой атлетике Давид Ефреймов принял участие в квалификационном раунде Олимпийских игр. Спортсмен представляет Казахстан в беге на 110 метров с барьерами. Он преодолел дистанцию за 13,88 секунд, что позволило ему стать седьмым во втором забеге. Напрямую в полуфинал отобраться не удалось. Впереди Ефремова ждет утешительный раунд. Он не смог сегодня бежать. Даже близко не пробежал, даже близко к своему личному не пробежал. Я не знаю, что сказать. Если честно, я просто расстроен реально, что не смог себя показать на 100%. Казахстанский стрелок Никита Черюкин не смог пробиться в финал Олимпиады в Париже. Спортсмен стал 10-м в квалификации по стрельбе из красного пистолета на 25 метров. Стрелок набрал 583 очка. Двух очков не хватило до финальной части. Не хватило, чтобы идти дальше и бороться за медаль. Но не унываем, не оставимся. Первая Олимпиада не значит, что последняя. Я думаю, в следующий раз мы будем опытнее, будем сильнее. В групповой шоссейной гонке Олимпийских игр в Париже нашу страну представили Алексей Луценко и Евгений Федоров. Заезд продолжительностью 273 километра прошел сложно. Большей частью по парижским улицам с высокими подъемами по Каменной мостовой. Алексей Луценко тактически ушел в отрыв. Долго находился в лидирующей группе, но незадолго до финиша не справился с высоким темпом. Казахстанец финишировал на 52-й позиции. Его коллега по команде Евгений Федоров сошел с дистанции. Александр Винокоров пообещал все силы сосредоточить на ближайшем важном старте. Конечно, когда ты выступаешь за страну, хочется, чтобы завоевать высшую пробу медали, поэтому немножко где-то и обидно, но профессионалы все, поэтому понимаем, перелистываем страницу, идем дальше. Ставим новые цели. В сентябре у нас еще чемпионат мира, поэтому будем работать на чемпионат мира теперь уже. В Жамбылской области заработал центр Агросауат. Здесь основам предпринимательства обучают сельчан. Те, кто попал в черные списки, как должники, могут получить товарные кредиты. Пока пилотный проект реализуется в Миркенском районе с работой центра и успешными проектами в программе Аула Моната, ознакомилась в ходе своей поездки в регион вице-премьер Тамара Дюсенова. Вице-премьеру Тамаре Дюсеновой представили успешные примеры нового бизнеса в селах. Житель Шулского района Нурзат Кушкарбаев освоил производство сплитерных блоков для строительства. Льготный кредит в 8 миллионов он потратил на покупку оборудования. А жительница села Хурагатте дала работу 10 женщинам. Она открыла швейный цех. На заказ здесь шьют постельное белье. В Моинкуме даже сформировали целый кооператив. Сельчане закупили технику на 36 миллионов тенге. Предприниматель из Алматы намерен поставить завод по глубокой переработке верблюжьего молока. Пока в регионе производят только шубат. Нужно строить один завод. Сырья здесь будет достаточно. В хозяйствах насчитывается 9 тысяч голов верблюдов. Я готов не только проконсультировать, но и участвовать в проекте. Думаю, первые результаты мы уже сможем получить через год. Сельским акимам нужно подробно разъяснять людям условия программы, демонстрировать опыт успешных проектов, отметила Тамара Дусенова. Для сельчан предусмотрены льготные условия займов, а для социально уязвимых категорий – безвозмездные гранты. Совершенствуется и механизм получения товарного кредита. Была проблема между лицом, который выдает товарный кредит, и лицом, который получает товарный кредит. Так как нет страхования при форс-мажорных ситуациях, оба стороны оставались в ущербах. Теперь, когда заходит сюда третья страховая компания, в случае форс-мажора, ни стороны, которые получают, ни стороны, которые передают товарный кредит, Они не будут ущерб, так как страховая компания это будет возмещать. Центр Агросауат создавался специально для поддержки сельчан, рассказывают партийцы. Здесь можно получить помощь специалистов для развития собственного дела. К примеру, как запустить птицеферму или выращивать овощи. Причем помогают именно тем, кто находится в списках должников и уже не может рассчитывать на кредиты. Мы совместили задачи программ Аул Аманате и Карасас Когам. В экспериментальном проекте мы предлагаем товарные кредиты, чтобы они, благодаря доходам своего бизнеса, могли расплатиться с долгами и получить доступ к программам господдержки. Два жителя района уже получили консультации специалистов и смогли запустить небольшой бизнес. Благодаря товарному кредиту они поставили теплицы и выращивают клубнику. С продаж постепенно закрывают долги. Они сейчас обучаются здесь, им дали обучать здесь. Им даются конкретно, значит, по желанию их, конкретный вид предпринимательства. И представляют им, значит, соответствующую лизинг-технику. Дальше, значит, как бы сельский кооператив с них закупает. Их продукцию 25% оставляет самому хозяину. Остальные все, значит, идут на покрытие их кредита, которые они получали ранее в банках. Я думаю, это хороший, значит, проект. Максимально использовать возможности госпрограмм товарного кодитования. Участвовать в госзакупках среди поручений вице-премьера. Мелкому бизнесу для рентабельности выгоднее объединяться в кооперативы. Путогос Базарбаева, Мирей Баед, Шамбылская область, 24КЗ. Павлодарским фермерам рекомендуют вывести заготовленное сено с поймы Иртыша. И сделать это нужно будет раньше обычного, уже в сентябре, иначе оно может пропасть. По прогнозам бассейновой инспекции, через месяц ожидается увеличение расходов воды в Верхне-Иртышском каскаде водохранилищ до полутора тысяч кубометров в секунду, что приведет к подтоплению низин. Герба Лабишев продолжит. Специалисты уверяют, что ничего страшного в этом нет, но не исключают, что подтопление произойдет на низменных участках поймы. Поэтому, чтобы не потерять заготовленное сено, аграриям желательно вывести его поскорее. Советуют в областном управлении недропользования окружающей среды и водных ресурсов. Мы соответствующие поручения от руководства области акиматы городов и районов получили. Сейчас ведется работа с крестьянским хозяйством о необходимости своевременного кошения и вывоза сено с пойменных участков. Особенно низких пойменных участков. Сенокосная кампания в регионе идет полным ходом. В отличие от прошлых лет, грубых кормов нынче достаточно. Травостой высокий, погода позволяет косить, бригады стараются быстрее завершить сенокос. Сено нынче много, только и успевая косить. Думали, не спеша побольше заготовим. А тут говорят, чтобы поторопились, якобы скоро вода придет. Мы-то успеем накосить, но вот вывозить-то некуда будет. У многих, кто держит скот, складировать сено негде. Специалисты говорят, на ситуацию влияют природные факторы. На Верхнеэртышском каскаде водохранилищ в этом году очень много запасов воды. Сейчас оттуда в реку Эртыш сбрасывают до 1000 кубометров воды в секунду. Предварительно бассейновая инспекция нам говорит о том, что до конца августа увеличение расходов воды из Шульбинского водохранилища у нас не предполагается. При этом, возможно, будет увеличение до 1500 кубов в секунду в ориентировочность в сентябре месяце. Учитывая так называемую волну добегания, большая вода дойдет до границ Паладарской области через 10-14 суток. То есть, по факту, уже в середине сентября низины поймы Эртыша могут оказаться подтопленными. Такие участки имеются в Паладарском, Артугайском и Эртышском районах. Ербулабишев Марат Игриков из Паладарской области, 24КЗ. Стихийные пляжи ликвидируют в Восточном Казахстане. В регионе их больше 70 местные власти планируют благоустроить побережье рек и водохранилищ в черте городов и районов. В частности, в Ускаменогорске приводят в порядок территорию местных котлованов. В Ридоре расчистят берег реки Журавлиха, по сути, единственный городской водоем. Особенности и проблемы летнего отдыха восточно-казахстанцев увидел Вячеслав Витлугин. Крупные металлоконструкции в воде и неочищенное дно с загрязненными берегами. В таком состоянии единственный на весь город Ридер пляж на реке Журавлиха. Как мы сами видим, тарзанку дети соорудили из поваленного дерева. Нет здесь элементарно и спасательных постов. За отсутствием альтернатив отдыхать Ридерцам приходится в подобных условиях. Из удобств разве что навеса для шезлонгов. На этом комфорт заканчивается. Хотя еще в прошлом году территорию побережья Журавлихи отдали в аренду местным предпринимателям. По планам властей, бизнесмены должны были благоустроить берег и в качестве бонуса разместить торговые точки. Обещанных удобств горожане так и не дождались. Пляж в не очень хорошем состоянии находится. Даже деревья, коряги. Расширить, убрать. Я думаю, даже нужно какие-то мусорные баки поставить, чтобы вывозили мусор. Хотелось бы, чтобы мусор убрали. Ветки вот эти убрали почище стало, потому что в плачевном состоянии находится пляж. Я здесь не купаюсь. Почему? Опасно? Ну, наверное, да, скорее всего. Обезопасить пляж в Акимате Ридера собираются не раньше следующего лета. Чиновники готовы пересмотреть договоры аренды и найти ответственную управляющую фирму. Контракт на один год должен показать, как выполняются обязательства, пояснил заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства Рауан Курметулы. На сегодняшний день данным предпринимателям должным образом работы не ведутся. В связи с этим сейчас отделом жилищно-коммунального хозяйства ведется работа по составлению меморанда с другим предпринимателем. В обязанности предпринимателя будет входить это благоустройство территории пляжа, установка урн. Наведут порядок и на котлованах Усть-Каменогорска. Сегодня это крупный стихийный пляж. Больше 10 лет подъезды к нему перекрывали, но люди так или иначе приезжали сюда отдыхать. Акимобласти Ермек Кушербаев предложил уйти от практики запретов и оборудовать в этих местах муниципальный пляж. Очень хорошую зону отдыха можно сделать. Обладая таким богатством, это просто-напросто, я считаю, что нерачительно со стороны наших городских властей. Не все имеют возможность в течение дня выехать на Сибирь или куда-то в Бухтарму. А здесь что, поработали, вечером приехал сразу же, искупался, поехал дальше. Благоустройство стихийных пляжей, а в регионе их 74, напрямую повлияет на статистику несчастных случаев на воде. С начала купального сезона в Казахстане утонули 85 человек, из них 35 детей. И факторы риска необходимо снижать всеми возможными способами. Как показывает практика, рейды спасателей – лишь мера профилактики, а не решения проблем. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область, 24КЗ. Кустанайские спасатели эвакуировали из грязевого плена 19 человек. Минувшие ночью в регионе из-за сильного дождя размыло грунт, и отдыхающие на озере Новозаливное не смогли самостоятельно добраться до дома. Семь легковых автомобилей специалисты ДЧС отбуксировали на очищенный участок дороги. Спасенные, в том числе трое детей, продолжили свой путь в Кустанай. В медицинской помощи они не нуждались. Поисково-спасательные работы продолжаются на юго-западе Китая, где в результате наводнения и исхода оползня 23 человека пропали без вести. Четверо погибли, сообщает агентство Синьхуа. Стихия обрушилась на Гардзе, тибетский автономный округ в провинции Сычуань. Там из-за сильного грязевого потока обрушился автомобильный мост. По данным местных властей, повреждены 4 машины и десятки домов. Около 900 местных жителей эвакуированы из ближайшей деревни. Там сейчас ведутся поисково-спасательные работы, в которых задействованы полторы тысячи спасателей-волонтеров. На данный момент мы эвакуировали 939 человек во временное убежище. Некоторых перевезли к их родственникам. Всем пострадавшим будет оказана помощь в соответствии с государственными стандартами. В Калифорнии не стихают лесные пожары. По последним данным, в американском штате сгорело больше 162 тысяч гектаров леса. Огонь пытаются потушить. 6 тысяч пожарных на помощь им привлечена спецтехника и вертолеты. На сегодняшний день спасателям удалось взять под контроль лишь 12% очагов возгорания. Работы ведутся в условиях аномальной жары и засухи. О жертвах и пострадавших не сообщается. Пожар уже назвали крупнейшим в регионе с начала года. Армия Израиля атаковала палаточный лагерь в провинции Дейр-эль-Балах, где укрываются сотни тысяч палестинцев. В результате авиаудара погибли 4 человека. Еще 18 получили ранения, об этом сообщает агентство Reuters. Снаряды упали рядом с главной больницей Анклава Алякса. Из-за военных действий переполнены лечебные палаты. Не хватает медикаментов и медицинского оборудования. Из-за чего в Газе распространяются инфекции. Ситуацию усугубляют неполадки в работе систем водоснабжения и канализации. По данным ООН, в результате вооруженного конфликта почти 2 миллиона человек вынуждены сменили место жительства. Большинство из них находится в городе Рафах. Ежегодно первое воскресенье августа в Казахстане отмечают День работников транспорта. В этой отрасли трудится свыше 650 тысяч человек. Значимый вклад в развитие экономики страны вносят и водители автобусов. С одним из представителей этой нелегкой профессии познакомилась наша съемочная группа. Алихан Нурмаханов работает водителем 19 маршрута. Его рабочий день начинается с рассветом. В 5 утра он должен быть в автопарке, готовиться к первому рейсу. Рассказывает, одними из самых сложных моментов в работе были ранние подъемы. Но это только первое время. Вот уже 30 лет в таком режиме он наблюдает за тем, как просыпается столица. В таких условиях теперь работают водители столичных автобусов. Огороженная кабина, специальные мониторы, тревожная кнопка. Все это сделано для того, чтобы водителя никто не отвлекал от дороги в целях его безопасности и пассажиров. За весь день только один такой транспорт перевозит до полутора тысяч пассажиров. Работа на автобусе нравится, потому что я всю жизнь на автобусе езжу, всю жизнь я вожу. Ну, пассажиров разные бывают. Я же только что говорил, буянить раньше, буянили, которые выпившие были. Сейчас, ну, большинство такого случая нету. Но иногда люди вещи забывают, документы забывают. Если мы достанем его, поставим возле себя, там позвонят, вернем эту вещь. Если они в тот день не позвонят, мы сдаем здесь службу у нас, и они через автопарк находят свои вещи. Из четвертого столичного автопарка ежедневно в рейс выезжают 80 автобусов по пяти маршрутам. Всего у него на балансе 120 машин. Мы работаем с населением, имеются и жалобы, и предложения. Мы постоянно реагируем на эти позиции, постоянно анализируем, аналитику вредим, чтобы поменьше было жалоб, побольше позитива, предложения с населением. Хотим, чтобы наши граждане постоянно были довольны нашим общественным транспортом. В этом направлении мы постоянно работаем. Профессия водителя ответственная и по-своему суровая. Не каждый сможет практически весь день находиться за рулем, нести ответственность за жизни тысячи людей. По-настоящему верными этому делу остаются те, кто любит дорогу. Эльвира Ликирова, Талат Мерей, 24КИЗ. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 110 тысяч казахстанских железнодорожников. Наша страна входит в двадцатку стран по протяженности железнодорожных путей. За годы независимости построено 2500 километров дорог. Свою лепту в это внес почетный железнодорожник Мажет Куандакула. О его трудовом пути расскажут мои коллеги. Первая железнодорожная ветка протяженностью 369 километров появилась в Казахстане в 1894 году. Она соединила Покровскую Слободу с Уральском. К середине прошлого века Казахстан обладал самой протяженной железной дорогой в СССР – 11 тысяч километров. Составы пассажирских и товарных поездов каждый день проходили мимо станции Саксаул Казалардинской области, где родился Мажет Куандакула. Через много лет он вместе со своими земляками строил железную дорогу, соединившую родное село с севером страны. Линия Саксаул Ческазхан стала важной вехой в развитии железнодорожного сообщения, вспоминает Мажет Куандакула. Я отвечал за контроль качества строительства. Линия проходит через 40 станций. Она значительно сократила время на дорогу между западом и севером страны. И наша задача заключалась в обеспечении безопасности пассажиров и грузопотока. Как показывает время, мы справились с ней. Развитие наземной инфраструктуры в стране продолжается. Строят также и новые железнодорожные линии, соединяющие Казахстан с соседними государствами. Опыт и профессионализм Мажет Куандакула пригодились и здесь. Сейчас он работает на участке Достокмуэнте. Мажет Ага для нас как родной отец. Делится опытом, подсказывает. У него можно научиться многому. В этом году Мажет у Куандакула исполняется 65 лет. Свой трудовой путь он начал монтером. Половину жизни посвятил железной дороге. Несмотря на пенсионный возраст, Мажет Куандакула полон сил и энергии. Почетный железнодорожник рад, что его сын выбрал ту же профессию. Наталья Строкова, Шенгас-Калиденко, Анна Штургенбаев, область ЖТСУ, 24КЗ. В Батуме состоялся показ документальных проектов, выполненных детьми из других стран. Итогом интенсива, на который приехали ребята, стала демонстрация удивительных историй о грузинском городе на побережье Черного моря. Илья Тужилкина расскажет подробнее. В течение недели украинские подростки бесплатно получали знания и опыт в области фотодокументалистики. На интенсиве ребята узнали, как и что лучше снимать, как визуально красиво рассказать историю. Работали с камерой, светом, компьютерными программами. По мнению организаторов курса, фотография, как и любой другой вид искусства, имеет терапевтический эффект. А еще есть уникальное свойство у самой документальной фотографии, связанное с тем, что приходится выходить из своей зоны комфорта. И мне кажется, что документальная фотография помогает интегрироваться в новое место, в новый город, в новое сообщество. То есть ребята за время курса сделали несколько проектов, благодаря которым они погрузились в сообщество. И теперь у них есть места, в которые они могут приходить, чувствовать себя как дома. Подобные курсы уже проходили в разных городах и странах, в том числе в Тбилиси и Стамбуле. Каждый раз программу выстраивают, учитывая специфику города и местности. К примеру, в Батуми ребята сделали удивительные фотоистории о морском порте и пляжном футболе. А самая младшая участница проекта, 14-летняя Злата, запечатлела дельфинарий. Это мой первый опыт, прям профессиональный. Я первый раз в руках держала профессиональную камеру и очень хотела передать атмосферу дельфинария, которая находится за представлениями. И то, что там на самом деле, именно вот конкретно в Батумском дельфинарии, я думаю, что действительно очень хорошо обращаются с животными. И это прям чувство ваше. Такова была картина дня. Всего доброго.